Здравствуйте, люди добрые, души чистые, Вадим Карабинский на связи. Включение не из родового поместья. Сейчас залез картель, трудится на объекте, выпал снег, и поэтому, в общем, не до будней, не до новых выпусков. Хотя есть что рассказать. С одной стороны, такое сплошное однообразие, в связи с тем, что вот приближается зима, то в поместье это сплошная подготовка, огороды закрыть, заготовки сделать все. Ну, это там женское, да? А с моей стороны весь стройматериал подобрать, везде, где нужно там дыры заделать, что-то доутеплять. Вот у нас большой объект у залезкой артели, и, соответственно, нам нужно его закончить. И похоже, что мы в этом сезоне его закончить не успеем. Ну, очень много всего нужно сделать, если еще, тем более, дополнительные работы взять, которые от нас заказчик хочет, то тут еще трудится и трудится. Снег уже выпал второй раз, и нам в этих условиях, ну, в общем-то, не сильно трудно. Даже пока что чуть-чуть подтаивает, можно, в общем, трудиться. В прошлый сезон приходилось трудиться и в более тяжелых условиях на кровли. Сейчас-то мы уже основную кровлю закончили. У нас остались только кровли, ну, таких одноэтажных, малых зданий, строений. Причем есть еще и не начатые строения. Вот здесь вот нужен охозблок. Мы специально заранее сделали столбики и обрешетку, нижнюю-нижнюю обвязку, для того, чтобы уже можно было по снегу трудиться. И здесь вот веранда тоже будет большая, тоже нижняя обвязка и столбики сделаны. Сейчас вот я доделываю туалет. Алексей доделывает крыльцо. И там еще по внутрянке есть работы. Но в этом сезоне, не в этом сезоне, непонятно. Хотя у нас весь следующий сезон предоплачен. И куда вставлять доделки этого сезона, тоже большой вопрос. Но это не касается будней из родового поместья. Это залезка артель, трудится на чужих объектах, зарабатывает деньги. А долго и нудно зарабатываем деньги. Алексей зарабатывает деньги на то, чтобы свой дом достроить. И может быть даже в этом году, как-нибудь там к Новому году поставить печечку. И ее затопить, и переночевать в собственном доме. У Алексея есть такие планы. И в принципе они реальны. Если трудиться, трудиться, трудиться. А мне нужно дозаработать на трактор. Мне осталось еще 1100 заработать. Но на этом объекте, если не будем филонить, а мы не филоним, то эти 100 тысяч я заработаю и трактор наконец-таки привезу. Еще же трепещущая тема, это, конечно, всякие Россельхозпотребнадзоры и прокуратура по делам несовершеннолетних. Вы помните, эти истории начались. Что новенького? По делам несовершеннолетних, еще раз, была еще одна встреча. Встречались на этот раз с участковым, но не конкретно по тому случаю, где девочка пострадала, которая с мамой вместе была на заставе, на девичьей. Там с его слов, со слов участкового, решение еще не принято. Но та задумка, которая была у мамы получить деньги через суд за моральный ущерб, деньги, в общем, это участковый сказал, что это нереально, потому что нужны совсем другого уровня экспертизы с психологами, что-то такое. Ну, в общем, даже участковый посмеялся. А он конкретно приезжал проверить, вообще, в принципе, в каких условиях находятся дети, возможно ли вообще там какие-либо сборы. Не законно, противозаконно, а насколько это безопасно. Ну, соответственно, написал, я уже не знаю, уже какую-то 20-ю, наверное, объяснительную со всеми этими заставами. Напомню, что у меня рекорд, это когда 20 проверяющих одновременно приезжали. Ну, у нас там случилась в Карелии на Сиам озеро трагедия, и, соответственно, в этот сезон просто всех проверяли, трясли. Ну, в общем, все чиновники боялись. И к нам 20 человек одновременно заявилось. Так что то, что сейчас там то участковый, то по делам несовершеннолетник, это все такие мелочи. В общем, эта история вот на таком уровне. Примерно пару недель назад написал очередную объяснительную. И как бы все, пока вопрос закрыт. А что касается Россельхознадзора, то прошел месяц проверки. Я съездил, просто составили акт, что эта проверка была. Сейчас с лучшим юристом Карелии конкретно по таким вопросам, как у меня, это мелиорация и назначение земли, лучший юрист согласился с нашим делом поработать. Так что, ну, ожидаем только хорошее. Потому что, в принципе, этот вопрос о том, какое назначение земли, что это не пашня, что эта мелиорация, она уже давно никому не нужна, ни государству, ни людям ее пора списать. В принципе, этот вопрос, в принципе, его надо решить. Вот, концептуально вообще не важно, эти есть там эти предписания, нет этих предписаний. Поэтому, а все-таки у блогеров руки мернут чаще, больше, чем у строителей. В общем, будем зарабатывать на трактор и на юристов. Такая обычная жизнь и, как бы, на всякий случай, еще раз говорю, что если какое-то у меня там возмущение, там чувство несправедливости, это все не важно. Потому что, в принципе, я прожил 15 счастливых лет, вот в раю, вот в своем поместье, обустраивая его. И это вообще, в принципе, все окупает. И землю эту купил за копейки, оформил за копейки. Поэтому то, что сейчас дополнительные расходы по тому, чтобы эту землю сделать, ну, юридически пригодной для жизни, как бы, это, ну, просто отсрочка платежа. Я тогда, 15 лет назад, 15 лет, можно сказать, не платил ничего, сейчас нужно немножко доплатить. То есть, совершенно нормально. Это очень выгодно. Не сразу платить до обустройства, а 15 лет прошло, я уже живу, мы уже живем, мы уже детей родили, дети уже разумные нам помогают. И вот пришло время немножко за землю доплатить. То есть, это очень выгодно, нежели та ситуация, когда люди много-много лет оформляют землю, добиваются чего-то. На ней боятся что-либо сделать, и в результате не живут счастливую жизнь, не обустраивают родовое поместье. Это две совершенно разных ситуации. Моя ситуация намного выгоднее. Я уже прожил 15 счастливых лет, и мы, мы уже, уже мы прожили. Так что сейчас вот, ну, заработаем немножко на юристов. А что касается того, что вот там дом снести, в котором мы зарегистрированы, ну, это, в принципе, невозможно ни по какому законодательству. Потому что и дом юридически правильно оформлен, и там многодетная семья зарегистрирована. И мы специально торопились зарегистрироваться, имея опыт предыдущего дома, который мне сначала пришлось разрегистрировать из жилого в дом фермера, а потом и снести. Вот так, по документам надо было его снести. И вот, в общем, имея уже эту историю за плечами, мы по-быстренькому все-таки дом второй уже новый оформили, и в нем зарегистрировались. И нас оттуда не сдвинуть, что бы вокруг не происходило. И сам Россельхознадзор, в принципе, говорит, ну, а что делать? Мы должны приходить и вот все проверять, и да, будем вот всю жизнь приходить и штрафовать. Ну, если ничего не менять по состоянию земли, по назначению земли и по мелиорации. А мы будем, будут годы идти, будем менять. В общем, надо трудиться. Перерыв закончен. Тоже в рамках подготовки к зиме сношу вот эту замечательную конструкцию. Лет 10 назад построил эти качели. Один, между прочим. Из тех сосен, которые здесь же и спилил, но пора их сносить, потому что конструкция уже ненадежненькая. Вот поставил строительные леса, чтобы все это дело не развалилось прямо на меня или на рядом стоящие деревья, и спилил. Больше качелей нет. Есть ровное место, которое нужно чем-то засадить или построить какую-то площадочку, летнюю кухонку. Еще не решили. Главное, свободное место есть, и главное, безопасность. В результате всех перетурбаций из шести животных у нас осталось четыре козы. Две дойных. Одну сейчас отдали на окозление, и одна козочка, которая недавно родилась, и у нее окозление в следующем сезоне. Хорошо это или плохо? Нужны ли козы в поместье? Что делать с козлятами мужского пола? Эти вопросы нас мучают в таком, в отдаленном разрезе. Самое главное, это, конечно, время, которое на них уходит. Но в результате мы реально с молоком, реально после каждой тренировочки я ем творог наш. То есть идеальный белок. И прям я благодарен этому белку, потому что, ну, конечно, без упражнений бы не было бы такого результата. Но упражнения плюс наш творожок, это прям самое то. Причем немного, много молочки и вообще вредно. Ну и вообще, в принципе, если бы я жил бы один без семьи, то я бы молочку вообще не употреблял бы. Но так как у нас семья и молочка, ну, как-то, как-то, ну, ну, что мне бороться, в общем, с этой молочкой. Поэтому у меня чуть-чуть молочка идет в черный чай, и чуть-чуть творожка идет после каждой тренировки. Нельзя передать, нельзя перепивать всю эту молочку, потому что это идеальная среда для грибов. А грибы в организме – это не то, к чему мы стремимся в нашем здоровом образе жизни. В общем, четыре козы у нас есть. Я все эти годы борюсь за то, чтобы у нас было, как говорит Анастасия, козочка или две. Но у нас все равно четыре козы. И это, конечно, не только ради молока и творога, это во многом, очень во многом ради детей. Потому что когда вот Виктор научился доить, это больше года назад уже было, там вообще, нам казалось, такой малыш, а уже доит и выдаивает козу полностью до конца, это прям было поразительно. Потом он, правда, на полгода или больше просто полностью потерял интерес к доению, перестал ходить с Галиной в козлятник, ну, любого начала ходить. А недавно у Виктора опять интерес появился, и вот он опять каждый вечер ходит, утром просто спит. Он у нас такой долго спящий, поэтому он утреннюю дойку просыпает. А вечером ходит и доит, и вот Любава тоже вокруг там, ну, больше от нее, конечно, шкодничество, вредительство. Но она изо всех сил пытается помочь. И очевидно, что она тоже научится доить, и они будут бороться. Эту козу доит Виктор, эту козу доит Любава. А эту козу, ну, ладно, так уж и быть, Галина, можешь подоить. Мы тебе тоже дадим такую возможность. В общем, труд, труд и общение с животными, к которым относимся по возможности с любовью. Про коз пока все. Что еще в наших буднях? Конечно же, дети. Ведь Боженька так все придумал, что, можно сказать, все вот дано человеку ему для радости. Вот, пожалуйста, достаточно смотреть на маленьких детей и радоваться. Ну, понятно, что с большими дитями, если их удастся вырастить, человеками, то тоже будет чему порадоваться. Но что касается маленьких детей, то оно просто изначально дано. Вот каким бы ребенок ни родился, он все равно радует, умиляет. И просто смотрим и смотрим, смотрим и смотрим, и радуемся и радуемся. А когда вдвоем с Галиной смотрим, то мы то на ребенка смотрим, то друг на друга смотрим. И оно так постоянно. То есть мы сорадуемся. И с этим, в общем, кроме трудностей в жизни каких-то там, то, что они что-то там переворачивают, что-то разбивают. То, что там или нам же надо деньги зарабатывать, или на огородах копаться, или там, когда погода плохая, нужно выйти и что-то сделать, отремонтировать, или надо куда-то ехать, какие-то документы оформлять. Помимо всего этого, есть множество-множество мгновений умиления и радости. И мы этим бессовестно пользуемся. Вот, пожалуйста, наслаждайтесь. Родители, мы вот такие маленькие и прекрасные. Надеюсь, что они это чувствуют. Ну, они же видят наши взгляды, что в наших глазах и доброта, и радость, и им от этого тепло и хорошо. В общем, получается, что у нас так вот взаимно много всего, взаимоусиление на таком вот интересном уровне. Это, конечно, не касается будней, обязательно в родовом поместье, это в любой нормальной многодетной семье так. Ну, а у нас в родовом поместье, что упрощает, уменьшает количество напряжения. То есть дети просто сами очень часто одеваются, обуваются и выходят на улицу, и там чего-то там гуляют. На велосипедах поездят, побегают или покопают. И даже вот сейчас у нас, когда в Карелии, наконец-то, выпал снег, а тут тоже спокойно, ну, старшие двое, обулись, оделись, вышли, и хоп, их минут 10-20 нету. В доме тишина, спокойствие, можно посидеть в телефоне, в телеграме. Или, например, прямо сейчас в Мае, как обычно, каждый вечер, примерно в 20.00, все ушли коз дарить. И осталась со мной вот Ульяна, но она только что кормленная, ползает по полу, с ней, у нее все хорошо, у меня есть возможность доснять звук, наконец-то, для этого видео и выпустить эти будни. У нас все хорошо, прям прекрасно радуемся, много-много, часто-часто, и много ума для этого не надо, много усилий не надо, но точно нужно обустраивать родовое поместье. Вот прям точно нужно. Мне кажется, что без родового поместья все усложняется. Очень некуда, не знаю, парс, а, некому просто помогать. То есть же нам, нас просто, вот это все пространство, которое нас окружает, оно нас бережет, оно нам помогает. И если верить гипотезам о том, что есть наши рода, которые ждут воплощения, и посаженными в честь них деревья, души мы их притянули, и они, в принципе, нематериально здесь, и нас оберегают. Мы не знаем, конечно, каким образом, какими инструментами, методами, но это место силы нашей семьи, и, возможно, поэтому нам хорошо, а не только от того, что мы такие умные, и вот додумались родовое поместь обустраивать. За всем все, быть добру.